Футбольный мир полон неожиданных поворотов, когда карьеры звездных игроков иногда набирают совершенно непредсказуемое направление. Барселона – один из самых известных и успешных футбольных клубов планеты. Долгое время считалось мечтой для любого футболиста. Однако не все звездные игроки были готовы переходить в этот легендарный клуб, даже когда представлялась такая возможность. В этом видео мы представляем вам топ-10 футболистов, которые, вопреки ожиданиям, отказались от перехода в Барселону и выбрали другой путь в своей карьере. Изучим историю этих уникальных талантов и узнаем, почему они решили не присоединяться к каталонскому гранду. А перед началом видео ответьте на наш вопрос. Какой трансфер является рекордным в Барселоне? Каутиньо? Гризман? Неймар? Дембеле? Свои ответы вы можете оставлять в комментариях. А мы начинаем. Джан-Луиджи Буфон. Один из самых выдающихся вратарей в истории футбола, несомненно, стоит на первом месте в нашем списке. Этот итальянский легендарный вратарь, который прославился своими выступлениями за Парму и Ювентус, сделал свое имя в качестве краеугольного камня сборной Италии, с которой он завоевал титул чемпиона мира в 2006 году. Неудивительно, что Барселона была заинтересована в его услугах. По слухам, предложение от каталонцев поступило в начале 2000-х годов, когда Буфон уже был признанной мировой звездой. В то время синегранатовые искали надежного вратаря, который смог бы укрепить оборону команды. Однако Джиджи не только отклонил предложение, но и отказался рассматривать переход в Барселону в дальнейшем. Буфон, посовещавшись со своими родными, выбрал Италию и вместе с ней переход в Ювентус, так как стремился завоевать всевозможные трофеи в Италии. Парма получила за игрока немыслимые 53 миллиона евро, что в те времена казалось чем-то космическим. Кроме того, итальянский голкипер являлся человеком принципов и гордился тем, что выступал за команду своей страны. Ювентус – это команда, которая помогла мне достичь определенного уровня. Это лучший выбор, который я мог сделать. Мой отец и агент убедили меня сделать этот выбор. Рома и Барселона тоже интересовались мной, и я собирался присоединиться к Барсе. Мне пришлось пять или шесть месяцев осваиваться в Турине, но такого менталитета и профессионализма, как в Ювентусе, я никогда не видел в своей жизни, вспоминал недавний итальянец. После многих лет блестящей карьеры и сотен выигранных матчей за Ювентус, Джиджи доказал, что он остается верен своим убеждениям и выбору. Таким образом, даже несмотря на заманчивые условия и перспективы, предложенные Барселоной, вратарь остался верен своему сердцу и решил продолжить карьеру в Италии. Этот пример показывает, что иногда собственные убеждения и лояльность могут быть гораздо сильнее, чем престиж и амбиции. Давид Луис Центральный защитник из Бразилии также является одним из тех футболистов, которые отказались переходить в Барселону. Известный своей прической и харизматичным характером, Луис прославился своими выступлениями за Бенфику, Челси и ПСЖ. Он также был важным игроком для сборной Бразилии, участвуя в чемпионатах мира 2014 и 2018 годов. По слухам, предложение от Барселоны поступило в 2013 году, когда Давид был на пике своей карьеры и востребован многими европейскими клубами. В то время Барселона искала талантливого и надежного центрального защитника для усиления своей обороны. Однако бразилец принял решение отказаться от возможности перехода в каталонский клуб. Одним из главных факторов, которые повлияли на решение Луиса, была его привязанность к Челси. В то время бразильский защитник уже имел ряд успешных сезонов в английском клубе и стал одним из ключевых игроков команды, где выиграл Лигу чемпионов в сезоне 2011-12. Переход в Барсу мог предложить ему новые вызовы и возможность играть вместе с легендами, такими как Лионель Месси. Но Давид предпочел остаться верен своему клубу. Вместо того, чтобы переехать в Испанию, защитник присоединился к Парис Энджермен в 2014 году и продолжил свою успешную карьеру во французском клубе, где выиграл две золотые медали чемпионата Франции и другие внутренние титулы. Затем он вернулся в Челси и сыграл ключевую роль в покорении английского футбола снова. Там он выиграл титул чемпиона Англии в сезоне 2016-2017. Таким образом, история Давида Луиза демонстрирует, что иногда лояльность и верность своему клубу могут превзойти предложения от топовых европейских команд. Защитник отказался от возможности играть за один из самых известных клубов в мире, чтобы продолжить свой путь в Челси. Рио Фердинанд Знаменитый английский центральный защитник также является одним из игроков, которые отказались от перехода в Барселону. Став ключевым игроком для сборной Англии и клубов Лидс Юнайтед и Манчестер Юнайтед, Фердинанд считается одним из лучших английских защитников всех времен. Его решение остаться в Англии и играть за Манчестер Юнайтед, вместо того, чтобы присоединиться к Барселоне, подчеркивает его приверженность своему клубу и стране. Согласно информации, предложение от Барселоны поступило в начале 2000-х годов, когда Рио уже завоевал репутацию одного из самых талантливых и надежных центральных защитников в мире. Барселона видела в нем потенциального лидера обороны, который смог бы усилить команду и помочь в завоевании новых трофеев. Однако Фердинанд решил остаться верным своему клубу Манчестер Юнайтед и стране, в которой он вырос. «Защитник» был глубоко увлечен культурой английского футбола и считал, что воплощение традиций своей родины важнее, чем искушение играть за один из лучших клубов мира. «Я всегда говорил, что хотел уехать играть за границу, и меня могли остановить только успехи на родине. Мне повезло оказаться в таком великом клубе, как Манчестер Юнайтед, и уйти оттуда было практически невозможно», — вспоминал как-то игрок. «Англичанин» продолжил успешную карьеру в составе «Красных дьяволов», где стал культовой фигурой и выиграл множество трофеев, включая шесть титулов чемпиона Англии и Лигу чемпионов в 2008 году. Решение «Защитника» отказаться переехать в Испанию и продолжить свой путь в Англии стало примером для многих молодых футболистов, которые видят в нем образец самоотверженности и лояльности к своему клубу и стране. Тьяго Силва Один из лучших центральных защитников своего поколения также входит в список футболистов, отказавшихся перейти в Барселону. Бразилец с капитанской повязкой на руке проявил себя в различных клубах, таких как Флуминенсе, Милан, Парис-Сан-Жермен и Челси, а также стал важным игроком для сборной Бразилии, участвуя в Кубках мира 2014 и 2018 годов. Барселона, ища надежного и техничного центрального защитника, обратила свое внимание на Тьяго Силву в 2012 году. В то время Силва находился на пике своей формы и считался одним из самых востребованных футболистов на своей позиции. Однако, к сожалению для каталонского клуба, бразилец отказался от предложения присоединиться к Барсе. Основными причинами отказа Силвы было его стремление к новым испытаниям, рост зарплаты и амбиции привнести успех своему новому клубу – Парис-Сан-Жермен. В то время французский клуб был в процессе трансформации, став сильным конкурентом на международной арене. Перспектива принять участие в этом процессе и стать ключевым игроком в развитии ПСЖ привлекала Тьяго больше, чем возможность играть за уже устоявшийся топ-клуб. «Дважды отказать Барсе – трудное решение. Не секрет, что я восхищаюсь этим клубом с детства и всегда мечтал играть за Барселону», – говорил Тьяго. «Но жизнь состоит из трудных решений, которые порой идут вразрез с мечтами. Люди говорили, типа я просто думаю о деньгах, но они забывают, что нам нужно кормить семьи. С какой стати я должен соглашаться на меньшую зарплату ради Барселоны? Почему футболисты должны жертвовать собой? Кроме того, ПСЖ предложил мне новое испытание – клуб идет по верному пути», – признавался бразилец. В результате Тьяго Силва стал важной фигурой в Парис-Сен-Жермен и помог команде завоевать множество трофеев, включая многократное преимущество в чемпионате Франции. Отказавшись от перехода в Барселону, он продемонстрировал, что предпочитает смело идти своим путем, преодолевая трудности и ставя новые цели перед собой и своими товарищами по команде. Алессандро Дель Пьеро Итальянская футбольная легенда и символ Ювентуса, как и многие другие, не захотел переезжать в Испанию. Верный своему клубу на протяжении всей своей карьеры, Дель Пьеро стал иконой Ювентуса, проведя в Туринском клубе 19 лет и выиграв множество трофеев, включая шесть титулов чемпионата Италии и одну лигу чемпионов. В середине 2000-х годов, когда талант Дель Пьеро был на самом пике, Барселона была заинтересована в услугах опытного нападающего, который мог бы усилить их атакующий потенциал. Однако итальянский игрок отверг предложение каталонского клуба, приняв решение остаться верным Ювентусу и продолжать свою карьеру на родине. На тот момент у Дель Пьеро было множество предложений, включая одну от Барселоны, которая могла предложить ему играть на высочайшем уровне и бороться за крупные трофеи. Тем не менее, итальянский нападающий принял решение отказаться от таких заманчивых предложений ради того, чтобы оставаться верным своему любимому клубу. Это решение особенно впечатляет, учитывая, что в 2006 году из-за всем известного скандала Ювентус был отправлен в серию «Б». Многие игроки покинули туринский клуб, но Александра был из числа тех, кто остался. Благодаря своему решению и отличной форме, форвард помог Ювентусу быстро вернуться в серию «А» и снова стать конкурентоспособным на национальной и международной арене. Этот акт любви к родному клубу укрепил статус Дель Пьера как настоящие легенды Ювентуса и примеры для многих молодых футболистов. Коки Талантливый испанский полузащитник и капитан Атлетико Мадрид пополнил наш топ футболистов, кто отказался перейти в Барселону. Воспитанник Академии Атлетико Коки дебютировал за основную команду в 2009 году как раз против каталонцев и с тех пор стал ключевым игроком мадридского клуба, завоевав множество трофеев, включая два чемпионских титула в Примере и два титула Лиги Европы. На протяжении своей карьеры испанец привлекал внимание многих крупных клубов, включая Барселону, которая была заинтересована в его услугах как техничного и универсального полузащитника. В 2014 году, после великолепного сезона, когда Атлетико выиграл титул чемпиона Испании, каталонский клуб был особенно настойчив в попытках подписать Коки. «Решение далось мне очень непросто. Одна сторона меня говорила о том, что трудно отказать Барселоне, и такие предложения не делают каждый год. Другая напоминала о том, что я хотел бы продолжать за Атлетико в течение многих лет. Считаю, что уходить было не время. Мадрид – это мой дом, где я прекрасно себя чувствую. Мне комфортно здесь, и я счастлив, ведь я нужен клубу, и он не хочет продавать меня», – признавался игрок. Испанский футболист отверг все предложения о переезде в Каталонию и решил остаться в Атлетико. Его причины были ясны – преданность своему детскому клубу и желание продолжать вносить свой вклад в успех мадридского клуба. Полузащитник также выразил уважение к философии игры и тренерскому стилю Диего Семелона, что является важным аспектом его решения оставаться верным мадридскому клубу. В итоге, оставшись и не перейдя к Сине Гранатовым, он еще раз подчеркнул свою любовь к Атлетику. С тех пор испанец продолжил свою успешную карьеру, став ключевой фигурой на поле и важным лидером для своей команды. Португальская футбольная легенда и один из величайших футболистов всех времен, вы удивитесь, но он также пополняет нашу подборку игроков. Своим невероятным талантом и упорным трудом Роналду стал глобальной суперзвездой и обладателем множества индивидуальных и клубных трофеев. Хотя Криш прославился, играя за Манчестер Юнайтед и Реал Мадрид, Барселона в свое время была заинтересована в подписании португальца. В 2003 году, когда молодой Роналду начал привлекать к себе внимание крупных европейских клубов, благодаря своим выдающимся выступлениям за спортинг, Барселона была одним из претендентов на его подписание. Мы собирались подписать Рональдинью и Рафу Маркеса. Окружение Маркеса предложило нам Роналду, который тогда играл за спортинг. Один из агентов сказал, что у них есть игрок, которого они продают в Манчестер Юнайтед за 19 миллионов евро, но нам бы они продали его за 17 миллионов. Но к этому моменту мы уже вложились в покупку Рональдинью. Криштиану был скорее фланговым игроком, чем игроком центра. «Мы посчитали, что у нас все схвачено, поэтому мы отказались от Роналду, о чем я не жалею», – рассказывал Лапорта. Вскоре после этого Роналду подписал контракт с Манчестер Юнайтед, присоединившись к команде сэра Алекса Фергюсона. Этот переход помог португальцу развить свой потенциал, превратиться в мировую суперзвезду и выиграть свой первый золотой мяч. Совсем недавно мы выпустили видео, где рассказали про тренеров, которые создали настоящих монстров футбола. Дуэт Фергюсона и Роналду также есть в нашем списке. Рекомендуем посмотреть. Спустя время Роналду перешел в Реал Мадрид, где его карьера достигла новых высот и стал обладателем еще четырех золотых мячей. Ходили слухи, что МЮ не хотел отпускать игрока в Мадрид, а предпочитали вариант с Барселоной. Криш должен был перейти еще в 2008-м в Реал, но ему помешал Фергюсон. «Мы сыграли товарищеский матч в Колумбии, а утром мне позвонили из клуба. Мне сказали, что Роналду продлил контракт с МЮ». Рассказывал бывший президент Реала Кальдерон. «Я ответил, что это невозможно, но через 20 минут мне позвонил Роналду. Президент, мне жаль, но я не могу перейти сейчас. Я дал слово Фергюсону, а он мне как отец. Но я не отказываюсь от нашего соглашения и перейду в следующем году». Кальдерон согласился, подготовил бумаги и ждал Криша летом 2009-го. Но Фергюсону не нравился Реал. «Все привыкли к поведению Реала в подобных вещах», – говорил Фергюсон об агрессивных переговорах испанцев. Кальдерон на днях заявил, что рабство было отменено много лет назад. «Слушайте, а они сказали об этом генералу Франко. Если говорить о моральных качествах, то Барселона намного выше Реала», – заявлял шотландский тренер. В своей карьере Роналду сталкивался с возможностью перейти в Барселону, особенно в контексте его соперничества с Лионелем Месси, звездой каталонского клуба. Однако он выбрал другие пути и оставался верным тем командам, в которых играл. Решение Роналду не переходить в Барселону демонстрирует его индивидуальность и стремление к самосовершенствованию, не сравнивая себя с другими игроками, и позволяет ему занимать свое особое место в истории футбола. Альфредо Ди Стефано Аргентино-испанский футбольный гений и один из самых известных и успешных футболистов в истории также является игроком, который не захотел выступать за Барселону. В 1950-х годах Ди Стефано был на пике своей карьеры, и его талант был востребован многими клубами по всей Европе. В 1953 году, когда Альфредо был готов покинуть Миллионариус и начать европейскую карьеру, Барселона и Реал Мадрид были основными конкурентами за его подписание. Барселона была очень близка к тому, чтобы подписать Ди Стефано, и также успела оформить предварительное соглашение с его клубом, а сам игрок провел три товарищеских матча за Кталунцев. Однако из-за сложной ситуации, связанной с правами на футболиста и политическими разногласиями между клубами, в итоге форвар присоединился к Реалу. Любопытно, что королевский клуб первоначально не хотел подписывать аргентинского нападающего. Представители клуба поехали в Колумбию для подписания договора с перуанским форвардом Валериано Лопесом, и лишь когда тот отказался, переключились на Альфредо. В результате Ди Стефано имел на руках два договора с Реалом и Барселоной, но сделал выбор в сторону Мадрида. Этот переход стал одним из самых знаковых в истории футбола и оказал глубокое влияние на судьбы обеих команд. Вместе с Реалом аргентино-испанец выиграл множество трофеев, включая пять подряд кубков европейских чемпионов, предшественник Лиги чемпионов, и восемь титулов чемпионов Испании. Решение форварда отказаться от возможности перехода в Барселону демонстрирует, как случайные обстоятельства и политические факторы могут влиять на карьеру футболиста и направление развития футбольных клубов. Несмотря на то, что Ди Стефано мог стать игроком Барселоны и сделать историю в каталонском клубе, его триумфы с Реалом помогли сформировать легенду о Бланкос и установить новые стандарты успеха в европейском футболе. Венисиус Молодой и талантливый бразильский вингер, который пошел по пути героев нашего видео и отказался от возможности перехода в Барселону. Воспитанный в Академии Фламенго, Венисиус быстро привлек к себе внимание крупных европейских клубов благодаря своим впечатляющим выступлениям в молодежных командах и первой команде бразильского клуба. В 2017 году, когда Венисиусу было всего 16 лет, Барселона и Реал Мадрид вступили в борьбу за его подписание. Оба клуба видели в нем потенциальную звезду будущего и готовы были инвестировать в его развитие. Барселона предлагала привлекательные условия и возможность постепенного вхождения в состав команды наравне с другими молодыми талантами. Но не сложилось. В итоге бразилец выбрал королевский клуб, подписав контракт стоимостью более 40 миллионов евро. Переход в стан мадридского гранда позволил бразильцу получить возможность развиваться и проявлять свой талант под руководством звездных тренеров и игроков. В Реале Венисиус постепенно стал ключевым игроком и фанатским любимцем благодаря своей скорости, технике и голевым моментам, а в прошлом сезоне его гол принес команде очередной титул Лиги Чемпионов. В футболке мадридцев Вингер провел уже 213 матчей и записал на свой счет 114 результативных действий. «Я скажу вам одну вещь. Реал подписал Венисиуса, не посмотрев ни на одну его игру. Когда стало известно, что игрока хочет купить Барса, Флорентино Перес решил опередить нас. Он не хотел, чтобы произошло что-то подобное, что случилось с Неймаром», рассказывал бывший скаут Барселоны Андре Кури, специализировавшийся на Южной Америке. Отказ бразильца перейти в Барселону показывает, что выбор молодых футболистов между топ-клубами может зависеть от множества факторов, таких как тренерский состав, перспектива развития и текущая ситуация в команде. После присоединения к Реалу Венисиус продолжает расти как футболист и показывает себя на европейской сцене, возможно, задаваясь вопросом о том, что было бы, если бы он выбрал другой путь. Дэвид Бекхэм Бывший капитан сборной Англии и один из самых известных футболистов также имеет свою историю отказа от возможности перехода в Барселону. В 2003 году, когда Бекхэм был игроком Манчестер Юнайтед, он столкнулся с проблемами в отношениях с главным тренером команды Алексом Фергюсоном. В то время Барселона проявляла активный интерес к Бекхэму и готова была заплатить крупную сумму за его трансфер. Однако Дэвид в конечном итоге перешел в Реал Мадрид, где он провел 4 года и выиграл чемпионат Испании и Суперкубок. В Мадриде Бекхэм стал не только ключевым игроком, но и культурной иконой, привлекая огромное количество поклонников футбола во всем мире. Я поехал в отпуск в США с женой. И вдруг мне позвонил друг и сказал, что по Sky Sports объявили о том, что МЮ согласовал мой трансфер в Барселону. Я вообще ничего не знал об этом и считал, что это неправильно. Услышав эту информацию, я быстро прилетел в Лондон и хотел встретиться с руководителями МЮ и своим агентом. Я просто хотел понять, что происходит на самом деле. Мне сказали, что это правда. МЮ действительно договорился о моем переходе в Барселону. Тогда я сказал своему агенту, что если я куда-то и уйду из МЮ, то только в Реал, но точно не в Барселону. Буквально за день я был уже в Мадриде, где подписал контракт с Реалом. Рассказывал как-то Бекс. Англичанин всегда был известен своими коммерческими спонсорскими контрактами и своей иконической внешностью, которая привлекла множество поклонников. В Реале Бекхам не только сумел пополнить свои спортивные достижения, но и продемонстрировал, что он является одним из самых влиятельных и популярных футболистов всех времен. Отказ полузащитника перейти в Барселону показывает, что даже самые знаменитые и востребованные игроки могут выбирать свой путь в футбольной карьере. Бекхам продолжал доминировать на поле и вне его и стал примером для многих игроков, показывая, что успех в футболе может быть достигнут не только на поле, но и за его пределами. Переход в крупный футбольный клуб зависит не только от финансовых условий, но и от многих других факторов, таких как политика клуба, перспективы игрового времени, тренерский состав, взаимоотношения в команде и другие. Каждый футболист, который отказал каталонцам, имел свои личные причины для принятия этого решения. Отказы таких знаменитых игроков свидетельствуют о том, что Барселона была готова инвестировать в лучших футболистов, но не всегда могла предложить то, что нужно конкретному футболисту. Таким образом, герои нашей подборки, которые отказали Барселоне, демонстрируют сложность и непредсказуемость футбольного рынка, а также то, что каждый игрок имеет свои личные цели и причины для принятия решения о переходе в другой клуб. Друзья, а как вы считаете, какой из футболистов сделал ошибку, отказав Барсе? Пишите свои варианты в комментариях, нам будет интересно почитать. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok